Сегодня у нас 22 сентября 2019 год. Почувствовал побуждение, помолился, чтобы зайти в чат-рулетку. И вот написал в скайпе у брата Сергея Попкова, попросил молитв. Вот мир всем, прошу молитв. Почувствовал побуждение зайти в чат-рулетку, чтобы Господь сохранил и дал свои премудрости. Аминь. Господь и Бог наш, благослови и сохрани от всякого до зла. Даруй Твоей премудрости, Господи, разумения, как и что сказать. Найти жаждущие души, которые бы хотели, которые ищут Тебя, Господи, но не знают Тебя, Господи. Дай быть этим Твоей, Господи, рукой, чтобы вложи слова Твои в сердце, в разумные уста мои. Испомни, Духом премудрости, Духом разумения. Да издасти них Слово Твоё, этих людей, которые живут во тьме, которые не знают Тебя. Пребудь рядом с нами, не оставь и не покинь нас. И по молитвам всех святых Твоих, Господи, устрои это всё. Да будет на всё Твоя святая воля. Тебе, Господу Богу нашему, за всё хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. А, это священник, что ли, ты? Да нет, смотри на него. А смотри на него, твое оружие. Мир вам. Ты кто? Ты кто? Православный христианин. Ищу людей, с кем вы поговорите о Боге. Да ладно, мы дальше пойдём. Не желайте поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Жизнь-то, жизнь-то короткая, когда-то все умрём, а там суд Божий будет, и все будем отвечать. Да ладно, ладно, ладно. Чего? Меня вот Господь нашёл в 26 лет. Желаю, чтобы и вы узнали о Боге. Если бы раньше не... В 26? Где 26 лет? Нет, я говорю, в 26 лет меня Господь нашёл. Сейчас мне 41. Я... Я... Поз... Войди, Господи. Пойди, Пойди, Пойдуй, говорю, и все коленки раздаю. Миро. 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 Продолжение следует... 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 Мир вам. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого бреха. Вы что, ненормальный? А вы сперва задаете вопрос, для чего это написано? И о ком идет речь? Вы этот, как это называется, Егор? Я православный христианин. Я зашел в чат рулетку, чтобы с людьми побеседовать о Боге, о спасении души. Может, какие-то вопросы у вас будут. Потому что жизнь заканчивается, а мы все когда-то представим председом Божиим. Каждый будет отвечать за свою жизнь перед Богом Создателем. Вот для этого Господь Бог... Мир вам. Спасибо. Пожалуйста. Я православный христианин. Желаю поговорить о Боге, о спасении души. Может, какие-то вопросы есть? Хорошо. Господь и Бог наш, благослови и умудри и насталь. Сохрани от всякого до зла. И по молитвам всех Твоих святых, Господи, достигнет Слово Твоего евангельское, да упадет на добрую почву сердца человеческого. Как ты посолал апостолов, Господи, которые проповедовали с дерзновением Твоего вечного Евангелия, так и даруй мне это его дерзновение. По молитвам, Господи, всех Твоих святых, умудри и наставь. Сохрани от всякого до зла. Слава Тебе, Боже наш. Христе Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Рассказать людям о Боге, о спасении души, о вечности. Желаете ли поговорить? Слушай, я как моя мама, тоже по моему. Ну, слушайте, ну... Может, у вас какие-то вопросы, рассуждения есть? Ну, как Киева, в основном, в принципе, нет. То есть, вы не задаетесь вопросом, для чего вы живете, где вы будете после смерти? Я сгорю, воду мне вообще привязать. А это плохо, потому что жизнь короткая, а там вечность впереди. В аду зачем вам гореть вместе с сатаной, с дьяволом, с ангелами его? Когда Господь приготовил вечность в раю в Царстве Его Неместном. И Господь говорит, зачем тебе умирать? Избери жизнь, а не смерть. Мир вам. Я православный христианин. Ищу людей, с кем вы поговорите о Боге, о спасении души, о вечности. О спасении души, Бог говорит? Да, только если вы не будете курить, если вы при этом курить не будете, конечно. О чем твою душу? Не понял, еще раз. Я, если вы не будете курить при этом, при разговоре. А мы еще и бухаем при этом. Ну, это плохо, тогда у вас замутнено разум. Да, кто же, как тебя спасили души, если мы пьем его? Твоя душа потеряна, дружище. Ладно, спаси Христос вас. Здравствуйте. Мир вам. Я православный христианин. Ищу людей, с кем побеселы тебе Боге, о спасении души. Да? Да, может, какие-то вопросы у вас? Давайте как бы обобщаемся. Только тут такая проблема, вас немножко... О, смысл. Не надо, короче, войти от вас сейчас. Постараюсь найти место где-нибудь. Такое. Сейчас. Не перемещайся, подождите. Вот, давайте поговорим о чем-нибудь. Я повторюсь, я православный христианин. И вот зашел в эту чат-рулетку, чтобы поискать людей, с кем можно было побеседовать о Боге. Может, какие-то вопросы есть? Давайте. Я особо ничего не знаю о Боге. Я. Так. Извините меня. Ну вот то, что вы вокруг себя видите, творения, вот, например, лес, там вода, кругом моря, океаны, там животные, присмыкающиеся и так далее, и тому подобное. Это же все видно, что кто-то это все сотворил. Само по себе все не возникает. У вас вообще эти размышления были об этом? Были, конечно. У меня тоже было размышления. Но я начал поиск Бога с 17 лет, и в 26 лет только я пришел именно к вере того, что Бог существует. Но это ко мне пришло именно, когда я начал читать Библию. Слышали такую книгу? Да. А с чего вы решили это делать? Почему? А потому что устал от грехов своих. Жил блудной, греховной жизнью, одним словом. Все перепробовал в жизни своей, все эти грехи. И понял, что для вообще жить нет смысла вообще на земле. И этот смысл я нашел только в Боге. Когда мне в руки попала Святая Библия, Евангелие, там я нашел на все свои вопросы ответы. То есть, для чего я живу, чем это закончится, моя земная жизнь, и где я буду в вечности. А вы как, как сейчас спросить надо, может, материть, не знаю, вообще-то на себе позволяете? Нет. За это будет строгие, это, взыскание от Бога. Сквернословие называется. Да, я знаю. Я сам нахожусь на Алтае, Алтайский край, вы слышали? Да, слушай. И у нас есть православная деревня. И у нас в деревне поселяются только те, кто докажет, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. И вот тогда с ним проходит первая беседа. А курение тоже считается добрее? Конечно. Ты же сам себя убиваешь. Господь же, если бы курение было предусмотрено Богом Создателем, он бы какую-нибудь выхлопную трубу придумал. А он этого не придумал. Это дьявол человеку навеливает. Жил такой святой, Серафим в Саровском, говорил, что, вернее, Ян Кроштадский, он говорил так, уста курящего демонская кадильница. В храме бывали хоть раз в православном? Да, был. Вот там священник ходит кадильницей, воскурять фермия. Да. Да, вот та же уста курящего дают воскурение для дьявола. Вот такой смысл. Уста курящего. Меня Господь... Говорите. Добрый вопрос. Когда родился Иисус Христос, тогда же не было сигарет, чего-то считается грехом, если было уже гораздо после него. Ну, когда Иисус Христос говорил проповедь свою, тогда и компьютеров ничего другого тоже не было. Люди сейчас и через компьютер грешат. В интернет заходи, и сколько хочешь, море найдешь этого греха. Все, как говорится, в тебе. Потому что грех остается в человеке грехом. Просто он, как говорится, принимает другое очертание, этот грех. Та же и курение. Не было этого. Ну, вот пришел дьявол, навеливал человеку. Человек начал употреблять, разрушать самого себя изнутри. Меня Господь помиловал и ни разу в жизни не закурил. Хотя у меня все курящие... Поешь? Я говорю, у меня все курящие. Мои родственники, там бабушка, мать была курящая, отец. А, нет, отец как раз у меня не курящий был. А вот остальные все друзья, все курящие были. А меня Господь сохранил от этого. А если я, допустим, вырешил всю жизнь лет 20-ти, и потом начал правильную жизнь, то есть еще шанс спасти свою душу? В любой момент, если ты призвал Господа рассказ о своих грехах, ты можешь спасти свою душу. В любой момент. Но, есть одно но, ты не знаешь, когда ты умрешь. То есть ты можешь понадеяться, что ты доживешь там, как говорят, молодой я буду грешить, а от старости пойду там в храм, в церковь, там буду отмаливать свои грехи. Ты можешь не дожить. В любой момент ты можешь в аварию упасть, в самолеты упал там, ты споткнулся, виском ударился о камень, что угодно может случиться с человеком. А там вечно все, а ты неприготовленный. И тебя ждет одна дорога, если ты без Бога жил, одна дорога только с дьяволом идти, в вечное мучение. Вот этот страх Божия человека удерживает еще верующего от грехов. Например, в Библии так, как в Евангелии написано, есть заповедь такая седьмая, не про любодействие, да? Вроде бы вам понятно, это заповедь? То есть не изменяй своей жене, да, если ты женат. А Господь в Евангелии дальше говорит, а я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже пролюбодействовал в сердце своем. То есть достаточно возживать тебе в сердце, как говорится, красивую женщину, которую ты увидел, ты уже этим сам согрешил. Но это не значит, что ты не можешь себе невесту выбирать, можешь, конечно, если она тебе понравилась. Просто в мыслях ты не должен грешить этим, как говорится. Это что такое еще? Миру. Привет. А ты где-то находишься, в темноте какой-то? Ну, у меня так в комнате плохое освещение просто. А где-то, где-то, в каком городе твоя комната? Ну, вообще, я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. В православной деревне Потеряевка такая, от Барнаула 150 километров находится. Потеряевка? Да, Потеряевка. Это в каком районе она находится, Потеряевка? Мамонтовский район. А вы что, сами салтар? В Мамонтовском районе там есть Потеряевка? Конечно. А, подожди, а где она там Потеряевка? Ну, Перевалку знаю, Перевалка или как она там? Перевалка есть в Мамонтовском районе. Есть Корчино село, есть у Луиски. Знаешь, когда вот с Мамонтова едешь на Барнаулу, и вот так. А вы слышали такие деревни, как... Я не знаю такую деревню. Вы слышали? Она в Аколках стоит, деревня Потеряевка. Ну, вообще она известная, по всей России известная. Это, может, слышали? А чем она известна? В Шурьянец? Ну, потому что не пришлось. Люди бывают на одной крестничьей площадке, живут друг друга, не знают. Вы можете ввести в Ютубе, у нас есть канал, называется «Во свете Библии», и там все найдете. Там у нас ролики, мы выставляем, как у нас проходит жизнь, чем мы занимаемся. А как, чем, подожди, еще, еще, я понял. Еще раз, чем она стала известна, потеряя? Чем? Тем, что православная деревня образована была в 91-м году, в 1991 году. И у ней сразу ввели правило, что человек может поселиться в этой деревне, если он докажет, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. То есть пять качеств. И только после этого человек обеседует уже. Хорошо. А сколько от Мамонтова это? 70 километров. Это в какую сторону? В сторону Алиска? Нет, в сторону Барнаула. В сторону Барнаула. Так, едем мы из Мамонтова в Барнаулу. Там есть остановка, называется Подстекная. Если по железной дороге, если ехать, нет, а не автобусом, а вот на поезде. А, подождите, но в Мамонтова нет железной дороги. Все едут в Срубцовке, проехал Ленинский, потом что у нас там получается? Что у нас? И там где-то, подожди. Поспельника, так, а где там подстепно? Это какого района подстепно? Мамонтовский район. Остановка. Мамонтовский. Там есть Еребрихинский район рядом. Они между собой это... Ну, я тебя понимаю, по какой железной дороге надо ехать. Это как в Кулунду на Еребриху едешь, а это железная. Я вам скажу, Кулундинская остановка. Конечная, Кулундинская. Может, слышали такое? Барнаул-Кулундинская. Мы ходим Кулунда. Кулунда есть на Парнаул, и это где-то у вас там перед Еребрихой такая остановка есть. Да, да, да. Ага. Там, подожди, а что там есть? Сейчас скажу, какие там еще остановки есть. Овечкино-то, что там еще есть? Корчино. Деревня Корчино, слышали? Корчино есть, да, Корчино. От нас находится 16 километров Корчино. А, вот где ты живешь. Да. Я понял, понял, где ты живешь. Корчино, да, есть Корчино. И, короче, если ты не врешь, не куришь, не пьешь, баб не тракаешь. Так, все, что ты не делаешь. Бабу можешь тракать, бабу можешь самолюбить. Но только слова такие, конечно, не надо произносить. Для этого существует... А как надо? Господь установил брак. Хорошо. Хорошо. С женщиной можно это половой акту совершать? Если ты с законом браки. А, ну хорошо, нет. Я про это спрашиваю. Да. А вне закона... Самое главное. Да. Конечно, у нас... А это уже вы не монахи там, да? Не монахи? Нет, нет, нет. У нас тут семьями живут. У некоторых даже по семеро ребятишек. Каждый живет своим хозяйством. То есть коровы, овечки, куры там. Ну, как обычно в деревне живут. Держат свою скотину. У вас там земля какая-то есть, вам принадлежит? Да, земля у нас плодородная, хорошая. У нас даже есть свой фермер, Игорь Барабаш. Фамилия у него Барабаш. Вот он держит 400 с чем-то гектаров земли. Я понимаю. А остальные как? Работают у него там или как? Нет, у каждого свое хозяйство. У кого? Я же вам говорю, у кого курица, у кого коза, у кого коровы. Они молочи... Я понимаю, у тебя корова, ее надо чем-то кормить. Ну, это понятное дело. А это должен быть какой-то щенопоз, потом надо какой-то, чтобы был фураж там. Да, все рядом, все рядом у нас покосы, все рядом стоят. Ага. Так вы кто, староведы там? Нет, мы православные христиане. Я трое перстно крещусь. Но у нас живут и старообрядцы, которые двуеперстия поддерживают. То есть у нас это не запрещено. Но это не страшно, что они двумя листами христианцы? Это не страшно лист на преступление? Нет, на спасение души это никак не влияет. А что ж вы когда резали друг друга лет сто подряд? Ну, я никого еще не резал. Это наши предки. Ну, извините, это твои предки. Ты состоишь... Ээээ, подожди. Ты не уйдешь от этого, от меня. Есть ли фашисты, убивая людей? Ты сейчас... А я сейчас фашист такой, я никого не убил. Но тут фашист. Это не надо. А если ты нацист, значит... Это когда нацисты делают? Это не я. Но ты все равно нацист. От этого ты не лучше не становишься. Я вовремя... Это самое... Ты выбрал эту партию. Меня зовут... И она преступная. Ты выбрал преступную веру. Мужчина. Она себя застварила, понимаешь, жестокостью. Мужчина... Ты продолжаешь, ты считаешь, что... Ты знаешь, если ты ее выбрал, значит, это правильно она делала. Мужчина, я живу по евангельским заповедям. И Господь запретил у себя правописка. Это делала православная цель. Он говорит... Если они не верят, если они не верят Евангелию, не исполняют его, при чем тут я? Они за себя будут отвечать. Ты православный? Ты православный? Я православный, но я против убийства. Любого. Без разницы. Подожди. Ты православный? Да. Православный всегда убивали. Это потому что они верующие были. Ну что ты? Да ты тоже не верю. Если ты православный, значит, выходит, ты неверующий. Я не об этом... Я не об этом... Трогу, мне не поручить, я трогу. Я говорю, если... Если ты хочешь голову заморочить, у тебя это не получится. Мужчина, я говорю, если ты православный христианин, ты должен исполнять евангельские заповеди, которые Господь оставил, когда жил на земле. Но твои предки это не исполняли, я так понимаю. Каждый даст отчет перед Богом сам за себя. Это в Библии написано. Я за себя... Тогда зачем тебе эта церковь сдалась? Как зачем? Если ты будешь отвечать сам за себя. Потому что Бог... Она вообще сдалась. Потому что... Потому что... Людям вот за эти деньги не церковь строят, а людям жилье. Вот это будет правильно. Согласен. А молиться ты можешь дома? Почему дома не молиться? На ходу вот ты хочешь там, молись. Едешь на машине, молись. Молись. Где написано, что ты должен построить замок какой-то и в нем молиться. Этого веки нету. 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 Значит, ты неправильный верующий. Дело в том, что Господь основал церковь. Я должен пребывать в этой церкви. Нет, церковь основал не Господь. А жулики. Ты знаешь, для чего ты церковь придумала? Ты знаешь? Чтобы паразитировать на народе. Это первая церковь. Это больше не было никогда. И поэтому все. Даже буддисты и Бог начали. Буддизм не предполагает вообще Бога. Он не предполагает вообще никакой религии. Но ты про буддистов, наверное, ты должен знать, если ты выбрал. Иссиатство. Значит, ты изучил буддизм, там, и мусульманов, и все. Это ничего не значит. Мужчина, вы умирать собираетесь вообще? Что? Вы умирать собираетесь? Я понимаю, что вы тоже бы хотели, но как можно позже. Поэтому вы так в рай стремитесь, что как можно дольше хотели бы здесь пожить. Нет. Это в этом доме о вашей вере. Все в руках Божьей. Как Господь сделал, я могу и завтра умереть. Я говорю, вы будете биться за эту жизнь на этой грешной земле до последнего. Вы не верите в рай, потому что вы лжебедущий. Вы же за свою жизнь будете биться до последнего. Чуть раз заболело, что так быстро надо вылечить это. Так, да, правда нет? Вы же не знаете меня совершенно. Как вы можете рассуждать в общем обо всех? Знаете, а вы исключение личного. Все верующие, которые стучат себя в грудь. Все, понимаешь, и хотят как можно лучше здесь жить на этой земле грешной, временной. Вот. И всех это как можно больше умеет, как они не очень стремятся в рай. А вот кому ты хочешь, чтобы лапшу на уши навешать, вешай он себе, детям точно навешивал. Есть люди здравомыслящие, понимаешь? Если ты верующий, не надо это толкать, это уже для того. Верь и все. Вот так кому-то Библию хочет, пусть читает. И хочет, что вы тут отец. Господь заповедовал идти и проповедовать Евангелие. Это наиглавнейшая заповедь. Я должен ее исповедовать. Ну понятно. Проповедовать. Господь тебе проповедовал. А откуда ты знаешь, что это Господь? Потому что Святой Библии написано. Я верю, что она от Бога. А почему ты решил, что те, кто написали в Библии, это Господь? Потому что написано. Я бодрствую над Словом Моим, Господь говорит. Хорошо, хорошо, хорошо. Пусть даже так же соглашают. Где там написано что-нибудь про православие, про славян? Вот на них в Библии вот одно слово, что это ты должен. Ты же славянин или кто-то там. Вот где про тебя в Библии написано? Ведь ни слова. Там написано только для евреев. Дело в том, что книга... Это книга, о которой ты веришь. Она не для тебя написана, она для евреев. Вы задали вопрос, я вам сейчас отвечу. Есть такая книга в Библии, Псалтырь называется. И там написано. Придут и поклонятся Богу все язычники. То есть все народы языческие. Мы, русские, были язычники. Я понимаю. Я понимаю, что все народы языческие. И какие угодно. Вот Псалтырь. Я говорю про Библию, про Святое Писание. Все остальное. Даже если Бог написал Библию. Почему это все вокруг обрастает какими-то другими вариантами? Толкованиями. А как ты считаешь, если Бог написал что-то, это можно толковать по-другому или нельзя? Он двузначный или трехзначный написал? Или только в одном варианте? Вот я прочитал в Библии что-то. Мне нужно объяснять, чтобы кто-то объяснил, что Бог там написал. Или и так понятно сразу. Смотрите, Господь делает блаженны нищим духом, ибо их есть Царство Небесное. Я тебе вопрос задал. Ты даже на вопрос мой не хочешь. Какой же ты веришь? Я вам отвечаю на ваш вопрос. Я тебе задал вопрос. Подожди, ты вообще, вероятно, надо лукавывать. Я тебе задал простой вопрос. Ты хочешь, там Господь что-то тебе сказал. Я не против, пусть он тебе что-то хочет. Вот я читаю Библию. Там написано. Что? Это... Ну, хоть что. Вообще, хоть что. Вы задайте вопрос-то именно по Библии. Чтоб я знал, о чем вам рассуждать-то. Говорить-то с вами. Не прелюбодей, написано там. Не прелюбодей. Это нужно потом объяснять, что это такое? Или не нужно людям? Это так понятно? Или это можно хоть так, хоть так объяснять? Она так понятна. Не изменяй своей жене или мужу. Нет, там про жену вообще ничего не написать, про мужа. Что-то вы уже по-своему тронуете. Еще не по-своему. Там вроде написано, что не изменяй своего мужа. Там вроде написано, я же, не прелюбодей. Когда Господь... Да вы не верующие. Вы меня тут же уже обманываете, стараетесь обмануть меня. Вер нельзя об этих деревнях, которые они обманывают. Как вы говорите, мы смогли обмануть, что они вам поверили? Мужчина, я вас ни разу не назвал неверующим. А вы меня уже сколько раз. И при этом вы солгали. Нет, я специально это делал. Вы говорите, что верующие изучаете в такой деревне, что вы верующие. Перед Богом Создателем вы будете отвечать за свои слова. За все будете отвечать. Я сам, надо меня отвечать, вы опять меня врюбовать, выражаете. У вас все там такие? Вы все встречаетесь, на всех морях. Вы агрессивные? Это надо только такие берете в свою деревню? Вы меня любите все должны. Там написано в Библии. Вы разобрали про эту жизнь. А любовь в чем заключается, Божья? Божьи, я знаю, люби. Так не написано, в чем она заключается. Я знаю, что это перевернуть. Остану надо. Божьи, живы еще. Мужчина. Мужчина, подождите. Мужчина, подождите. Господь говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Откровение 3,9. Он сказал, возлюби врага своего. Да, возлюби. Ну, а я тоже не враг. А что, это нельзя друга возлюбить, только врага что ли? Он говорит, да, что врага возлюби. Вот я вам скажу. Там написано, не при любоде. Как это понять? Не при любоде. Это что, по-вашему? Вы как понимаете? Вы это не измени мужа своего. Что-то там не написано ни про мужа, ни про жену. Там это есть при любоде. Как вы это понимаете? Например, если я женатый человек, у меня есть жена. Там не написано, женатый, не женатый. Вы меня увозите в заблуждение. Вы же в деревне, где только честный, правильный, не гнил. Что-то вы обманываете уже. Мы-то в ваш деревне на нас полгнули. Смотрите. Да, объясните мне точно. Вот как вы понимаете слово не при любоде. Это, я не знаю, я вам подскажу. Не делай любви. Любовь не делай. Не при любоде. Делай, это на действия любовные не проводи. Господь в Евангелии прямо ответил. Сказано, не при любодействии. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с рожделением, уже при любодействии в сердце с нею, в своем. Ты уже нарушил седьмой заповедь. Да. Для этого не обязательно. Да, на жена вообще. Все понятно. Знаете, на женщину я смотрю, должно быть у меня ноль. Желание ей никакого не должно быть. Кто это сказал? Если это у вас жена есть, тогда да, другим женщинам вас должен быть. А подожди, кто именно там написано? В Евангелии написано, всякий смотрящий на женщину с рожделением уже при любодействии в сердце своем. Имеется в виду на... Понятно. А кого это самое? Это сказал... А кого это? Матвей? А? Это Нагорная проповедь, Евангелия от Мафея. С пятой по седьмой главу. Почти. Хорошо. Значит, если я смотрю на женщину... На женщину, говорит, вратарь. Кто на женщину посмотрел, да? Если вы женаты, имеется в виду. Ну. Подожди. Давай не ворогу не ворогу. А теперь, почему ты искажаешь священные слова? Кто тебе даст право? Ты кто такой? Ты смердящая тварь Божья. И ты посмел искажать то, что написано в Иблии. Ты не надо искажать. Там явно написано. Тот, кто смотрит на женщину и как захотел ее, это он уже при любоде. Так написано или не так? Если вам Бог не дал разумения, как я вам объясню? Нет. Мне Бог дал разумения. Я уже правильно написал или неправильно там написал? То есть, что неправильно. То есть, если ты женатый, если ты хромой, если ты кривой. Не надо. Там, например, это ничего не написано. Там просто стоит мужик, смотрит на женщину. И если он ее захотел, он уже в душе при любоде. Там в этой заповеди говорится о том, что ты, как женатый мужчина, не должен смотреть на другую, чужую жену. Ага. Ну, так она направлена. Человек объясняет. Ну, что вы меня зовут? Так там написано или вы это сейчас сами? Я же вам процитировал. В Евангелии так написано. Господь сам сказал. Всякий смотрящий... Есть заповедь не при любодействии. А я говорю вам. Всякий смотрящий на женщину на жаление мужик полюбодействовал сердце своем. Ты уже на седьмой заповедь. Ну, это плохо или хорошо? Я не могу понять. Конечно, плохо. А, нельзя любить женщину. Нельзя любить женщину. Понимаете? Я смотрю на женщину, и я не должен ее... Я говорю, любить. Подождите. А если он смотрит на мужчину, на мужчину можно смотреть, чтобы он только с любовью на мужчину? Это не запрещено? Там написано только про женщину. На мужчину, мужчину, это срам написано. Если ты смотришь... Я спрашиваю, ну не надо... Слушайте, от вас тяжело добиться. Вообще, вы как-то скрываете все, что написал в библии. Почему вы так скрываете? Там написано про женщину, что я не должен смотреть на женщину. Но есть же еще, который женщина, знаете, он святой. Уму женщина не нужна. А он, вероятно, смотрит на мужчину. Надо на мужчину надо смотреть. Но вы же спрашиваете. Это, знаете, который гомосексуалист, он правильный выходит. А я нормальный человек смотрю на женщину, я ее хочу. Это грех огромный. Вы искажаете мои слова. Притом и в ангельские слова. Ну, конечно, ничего я не говорю. Я вам объяснил. Это касается женатого мужчины. Это же касается... А там написано, что там объяснение есть, да? Что это именно женатый мужчина? Конечно, если у вас разум есть, читайте Евангелие. И там все увидите. Не, 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 но надо объяснить, что там написано, что каждый женатый мужчина, который смотрит, но опять же, не на чужую женщину, не на свою женатую женщину. На свою пожаловку. Потому что бред написан. Ты понимаешь, что это писал не Бог, а идиот какой-то? Неужели он Бог такой тупой? Что написал такой бредятельный, что мы с тобой должны сидеть и это еще разбирать. Мужчина, вы сейчас кощунствуете, а за это Господь наказывает. По-моему, кощунствуете, не грозит. Только изображайте мне. Я говорю с главным смыслом. Это не без Албома. Вы считаете, что он идиот. Это вы кощунствуете. Вы убежаете вашего Создателя. Вы пытаетесь любым путем его унизить. Он такой тупой. Помилует вас Господь, и спасется ваша бессмертная душа. Я говорю. Господи, обрати эту душу, ибо он в сети дьявола находится, который принял его разум, Господи. Вырви его из этого бездна греха. Опа! Ты что тут забыл? Мир вам! Чумо ли? А? Чумо ли? Алла-ла-ла-ла! Микрофон почему не тут? Привет! Мир вам! Я православный христианин. Хотел бы найти людей, с кем бы поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Не желали вы? Да! Я православный христианин. Хотел бы поговорить о Боге, о спасении души, если человек желает. Может, какие-то вопросы есть? А? Я атеист. Я не желаю Бога. Это плохо, потому что в Библии, знаете, как написано об атеистах? Сказал безумец сердца своем, нет Бога. Сказал безумец сердца своем, нет Бога. То есть сердце тут вгрудился. Но. А куда Бог-то девался, когда весь мир свидетельствует о том, что есть создатель у него? Природа, океаны, моря, животные, деревья. Все говорит о том, что кто-то это сделал. Не просто так оно по себе. Я больше ученых располагаюсь, понимаешь? Ну и что ученые? Как вас зовут? Меня Владимир зовут. А вас? Меня Никита зовут. Никита. Приятно познакомиться. Владимир. Дело в том, что много ученых... Владимир тоже познакомился. Много ученых было очень верующих. Так что, так говорится, человек ищет ли ответ на свои вопросы, в чем смысл человеческой жизни заключается. А если он это не ищет, конечно, для него как животная жизнь. Поел, поспал, сходил, может, какие-то скверные дела поделал. И дальше опять то же самое. Я вот сам... Мой взгляд, вера, она у всех есть. Она... Вера должна быть в себя, именно. В себя и в свое... В свое, что ты хочешь верить. Мы боимся. Потому что мы, если умрем... У нас есть Бог, да? Он нам поможет. И якобы... Так вот. Вера. Думают верующий, может быть. Вера. Надеются на кого-то. А нужно верить в себя. Вера, это... Не обязательно, там, в Бога. У тебя может быть сто богов. Ты можешь верить в камень какой-нибудь. Можешь верить в дерево. Что оно вырастет. И оно вырастет. Потому что это твоя вера. Во что ты бы не верил, это твоя будет вера. Никита, а вы верите? Вера, это есть. Я понимаю то, что... Наука. Я понимаю то, что вот это все... Вера, все как Земля. Как-то все появилось. На самом деле нет в этом никакого участия. Просто это событие такое. Потому что даже кто-то это и за нами даже наблюдает. Там, я не знаю, там, инопланетяне летим, там, и еще кто-то там. Все это был какой-то проект. Я так понимаю, вообще все вместе взятые там... То есть вы сидите в квартире, и квартира сама по себе возникла, мебель у вас возникла. Вы просто так возникли, да, из ничего. Раз и человек с этого сделался. Такого же жизни не бывает. Кто-то что-то делает всегда. Я православный христианин, ищу людей, с кем висел эти боги о спасении души. Может, какие-то вопросы у вас есть по жизни? Угу. То есть не задумывались, для чего вы живете? С какой целью здесь вообще на Земле существуете? А, вы про это? Ну, я как-то еще не знаю. Я, может, этого не понимаю. Ну, а что тут понимать? Ты живешь же не просто как животное, да? Ел, пил, говорится, в туалет ходил, а потом раз, и опять крышкой в роботе прихлопнула. На этом вся твоя жизнь. Ну, там развлечения различные. Нагрешил, успел. Конечно, человек-то создан для вечности. Вот слово «человек» так и говорится. Чего? То есть наш разум направлен в вечность. То есть в век. Человек. В вечность. То есть Богу, Создателю. А Бог сам о себе говорит честь, природу. То есть доказывать ничего не надо. Есть Создатели, нет его. Сама природа об этом говорит, чтобы кто-то ее создал. А вторая книга, которую человеку дает познание о Боге, «Мир вам». Оставайтесь с Богом, значит. Мир вам. Ты, господа, пути человека, и он измеряется из Терзи Его из Библии. Благодаря верующим. Славите наш Господь и Бог мой Иисус Христос. Помоги, мудри, наставь и сохрани от всякого рода зла. Аминь. Миро. 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 Я православный христианин. Миро. Я православный христианин. Ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Ага. Слушаю. Может, у вас какие-то вопросы есть? Или размышления на эту тему? Не, не знаю. Ты что предложишь? Ну, я хочу... Вы знакомы с такой книгой, как Библия? Читали или слышали о ней? Ну, так. Держал в руках. Держал в руках, да? То есть, вы немножко, как говорится, в содержание ее вникали или не вникали? То есть, смысл в том, что Бог сотворил миру. Вы это верите или не верите? Конечно. Слава Богу, что верующий человек встретился. Опознаем мы Бога через Его творение и через Его Святую Библию. То есть, у нас две книги. Это природа и Его Святая Библия. Которые нам говорят, кто такой Бог, Создатель, какие Его заповеди. Я сам 26 лет пришел к Богу, обратился. То есть, мне сейчас 41. И живу на Алтае, в православной деревне. Где у нас не пьют? Я тоже. А? Я тоже православный. Ну, слава Богу. Вы сами-то где живете? В Санкт-Петербурге? Да. В Старополь. В Старополь. А я на Алтае, вот. Город Барнову. Может, слышали? Да, я слышал. Здесь у нас две православные общины. И вот одна в деревне, а другая в городе. У нас здесь свой устав деревенский есть. То есть, человек, который хочет поселиться, должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. То есть, пять качеств. Тогда я с ним ведусь. Что там, так все живут? А? Все пьют так? Да. Никто не пьет, не курит? Да. Такая деревня существует, разве? Конечно. Вы... В Санкт-Петербурге. Если у вас желание есть, можете в интернете найти канал «Во свете Библии». Так, введите в Ютубе, и вы найдете. И там все ролики наши увидите. У нас все, как свадьба проходит, как жизнь проходит. То есть, у нас свой фермер тут занимается, своим фермерским хозяйством. У каждого своя скотина. Кто детьми занимается, православный лагерь. То есть, у нас деятельность очень большая. Господь нам позволил так расшириться. И все это мы снимаем на канал. Как ты сказал? Канал «Во свете Библии» открытым оком. То есть, открытым оком. А, меня вас понял. Да. Нормально, что? Да, там у нас очень большие ресурсы. Конечно, заходите. Если что полезное, может, для себя найдете для спасения своей души. Но если у вас вопросов нету, я пошел дальше, что ли? Да, всего доброго. Всего, с Богом. С Богом. Я сам верующий православный христианин. И вот желаю, ищу людей с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Нет ли у вас какие-то вопросы, может? Я не знаю, я считаю, что Бог единый, а мусульманин, наверное, проославие и другие люди. Ну, слава Богу. Ну, вы знаете, что Бог определил человеку план спасения? Не просто так живи и размножайся, и делай добрые дела. Ну, нет, разве в этом только заключается спасение человеческой души? Не задавались эти вопросы? Я не фанатик, как бы, в этом плане, но я верующийся. Ну, видите, в Ибре так написано, возлюбий Господа Бога твоим, всем сердцем, всей душою, всей крепостью. Продолжение следует...